Территория оружия С нескрываемой гордостью скажу, что один из лучших стендов с гражданским оружием на этой выставке Не первый раз Это, естественно, стенд компании «Ствол», которая является представителем большого количества брендов Ну и, в общем-то, чем хороша такая выставка? Что в любой момент при посещении стенда есть возможность в буквальном смысле потрогать все оружие, перебрать Причем рядом соседствуют совершенно необычные и непривычные, на первый взгляд, экспонаты И это способствует расширению кругозора с точки зрения стрелка Потому что не бывает так, что стрелок сразу со старта знает все Обычно стрелок концентрируется на какой-то теме и, придя на выставку, например, познакомиться вживую с прекрасными двудулками Причем, как видите, исполнение очень необычное Такие приклады присылаются официально, специально под спортсменом Потому что каждый стрелок, занимающийся стендовой стрельбой, профессионально подгоняет свой приклад под свои антропометрические данные Так вот, продолжу свою мысль о том, что, придя, посмотрев на прекрасные, например, беретты DT-11 Совершенно сумасшедшая вещь для понимающих, да и просто даже для непонимающих Все равно сразу видно качество изготовления Тут же можно познакомиться с их противоположностью Такая же эстетика, такая же красота Но все-таки другое направление Это болтовые винтовки Представленные от совершенно разных производителей Как классические, красивые охотничьи болты с гравировкой Так и лаконичные, намного более, скажем так, прикладные Те же Штейры Вот, например, исполнение скаута Очень популярное в определенных кругах Можно тут же по соседству найти, например, совершенно изумительные комбинашки Они так называются в простонародье Когда в одном изделии комбинированный И гладкоствольный, и нарезной ствол Соответственно, ну, это, скажем так, выбор уже такой профессиональный Как первое оружие, такое приобретают редко Здесь же у нас достаточно большой ажиотаж Мы снимаем все вживую Поэтому, в общем-то, видно, как все происходит Любой посетитель, в принципе, может получить возможность взять оружие в руки Работает много консультантов, которые подсказывают, рассказывают Зал с обещанной экзотикой Которой мы шаг за шагом приближаемся В этом зале представлены, естественно, модели снайперских винтовок Ажиотаж в этом зале намного выше, чем в предыдущем зале с охотничьим оружием Почему? Потому что здесь все-таки представлены, ну, такие культовые для многих стрелков вещи Стрелков с разными предпочтениями У нас здесь есть барреты Вот так вот они выглядят вживую И скажу, что для многих это уникальная возможность взять в руки Ну, одну из самых легендарных снайперских винтовок Хотя, в общем-то, следом за ними идут не менее легендарные, выдающиеся САКО ТРГ в различных исполнениях И болтовые винтовки от не менее именитых производителей Вот здесь у нас Ругер В свое время мы снимали отличную передачу Вот у нас здесь есть люфовские ложа, я смотрю Вот так вот они выглядят Что в люфовской ложе у нас здесь? Тика Т3Х в очень модном калибре Который постепенно захватывает умы и сознания не только украинских Но и, в общем-то, стрелков по всему миру Это калибр 6,5 Кридмар Это у нас Берета АРХ Достаточно известная модель Но скажу, что это исполнение делает ее в моих глазах намного более интересной Очень выгодный цвет Даже начинаю задуматься, не покрасит ли свой Мосберг в такой цвет Дэниэл Дефенси Пожалуй, топовая линейка винтовок на платформе Р-15 Красавцы Здесь у нас снова АРХ И не менее легендарная линейка Это винтовки от компании Кольт Самый настоящий американский производитель Тот самый легендарный, основанный Сэмюэлем Кольтом когда-то в XIX веке Ну и внизу скромно приютился, я смотрю, Штейр Ауг Машинка точно не новая и знакомая многим украинским стрелкам Я знаю многих владельцев этой винтовки Специфическая, оригинальная, но тем не менее пользующаяся заслуженной популярностью Конструкция буллпап Говоря о буллпапах, естественно, здесь у нас есть и Келтеки Скажу, что в свое время это было открытием прошлого года Буллпапы в 308 калибре Полуавтоматически очень необычное сочетание Отдельное внимание к тем, кто всерьез заинтересуется Стоит уделить регулировке газоотвода при работе с глушителем Там есть специфика, и я знаю, что некоторые с ней сталкивались Не сразу разбирались Но поскольку зал тактический Никуда не деться Здесь у нас есть икона современного, наверное, такого милитари стиля Это винтовки FN Выигравшие конкурс в свое время армии США И в итоге получившие название SCAR Если кто-то не знает, то название SCAR дало этой винтовке Не компания-производитель дала А непосредственно сам итог конкурса дал название SCAR Если бы победил, например, другой производитель, Кольт, к примеру То тогда у Кольта был бы SCAR Итак, здесь у нас не только нарезное оружие, но и гладкоствольное Наверное, здесь сконцентрировано все самое главное С точки зрения фетиша настоящего тактика У нас здесь итальянские Benelli Supernova Итальянцы традиционно одни из лидеров по производству гладкоствольного оружия С нарезным можно поспорить, потому что есть американские серьезные производители Но гладкоствол, даже я, фанат Мосбергов, признаю, что итальянцы умеют делать оружие Очень качественно, очень красиво Здесь у нас сразу разбавляет компанию 930 Мосберг в тактическом исполнении Рядом с ним соседствует, на самом деле можно обратить внимание, что они очень похожи Benelli M4 Заслуженно лучший в мире боевой дробовик Объективно это так Полуавтоматический Можем сделать такое уточнение Потому что в помпе есть, как бы побороться за звание лучшего Я бы ставил на Мосберг Beretta 1301 И такое же открытие прошлого года Это Killtech CSG В свое время мы снимали о нем отдельную передачу Очень интересная машинка Но мы почти приблизились к тому, что действительно на сегодняшний день Является одновременно и фетишем, и запретным плодом для 99% всех украинских стрелков Да и не стрелков Это личное короткоствольное огнестрельное оружие Естественно нарезное То есть это банально самые обычные пистолеты Здесь револьверов у нас нет Представлены только пистолеты Экспозиция у нас начинается с очень интересной модели Это пистолет Чезет Shadow 2 Сами по себе чеши, чешские производители За последние годы очень сильно эволюционировали В производстве краткоствольного оружия Нарезное длинноствольное отдельно У них есть хорошие прорывы по сравнению с Например, позицией их на рынке В десятилетней давности Когда они делали Ну такой аналог Недорогого Дубовенького Сейчас все совсем другое Намного более красивая Изысканная Повысилась надежность Но мы говорим сейчас о пистолетах И возможно для некоторых будет удивлением узнать Что чехи являются заслуженно Одними из лидеров по производству Краткоствольного оружия Очень большую роль в свое время сыграло Сотрудничество с спортивной командой Компания Чезет Создала на базе своего завода Команду Чезет спортивную Которая последние годы регулярно выигрывает Чемпионаты Европы Чемпионаты мирового уровня И континентальных И в общем-то сотрудничество с профессиональными спортсменами Привело к рождению Вот это была новинка у нас С семнадцатого года Модель Чезет Шэдоу-2 Пистолет Созданный спортсменами И профессиональными оружейниками Следующий пистолет Я его аккуратно сниму Вот Так вот выглядел Чезет 75 СП-01 Одной из предыдущих модификаций Версия Шэдоу-лайн Вот Так выглядит его новое продолжение Достаточно много изменений внесли в конструкцию На базе СП-01 Шэдоу и предыдущих Все эти пистолеты построены на В общем-то не побоюсь этого слова Легендарной платформе Чезет 75 Представленной на выставке в Мадриде в 1975 году В общем-то многие десятилетия Чезет 75 еще до появления спортивных линейок Будучи сугубо большим Армейско-полицейским тяжелым пистолетом Он дал своей платформой толчок К развитию многих различных моделей Впоследствии изготовленных и чехами И другими компаниями В том числе и достаточно именитыми Например, Сфинкс и Танкфолио не стеснялись копировать Конструкцию Чезет 75 Модель Компакт В калибре 9 Плюгер То есть 9 на 19 Вот так вот выглядит Современный компактный пистолет Для самообороны Он может использоваться, естественно, и представителями Правоохранительных органов Но на самом деле Вот так выглядит альтернатива Например, пластиковым моделям Которые используют в конструкции полимеры Это все чистая сталь Никаких полимеров Да, он чуть тяжелее Но скажу, что зато по ощущениям В руке он лежит очень достойно И скажу, что есть что выбирать Тем, кто не любит полимеры Которые мы придем Здесь можно увидеть Вот так вот выглядит Сейчас посмотрю Ага, это у нас Т-Рекс травматический Рядом у нас ЧЗП-07 Вот, собственно говоря К слову Вверху боевой пистолет ЧЗП-07 Внизу его травматическая копия Выпускаемая в Украине Т-Рекс То есть то, о чем говорилось Это один и тот же пистолет У которых, ну, они оба Естественно, разряжены Потому что на выставке у нас Оружие деактивировано Вот так вот выглядят они Вот со стороны дульного среза Но на самом деле Есть и новинка Уже этого года Причем буквально этой осени На украинском рынке Она появилась Вообще-вообще Буквально Специально перед выставкой Ее привезли Это версия ЧЗП-07 В калибре 22LR Совершенно Изумительная игрушка В общем-то На что она ориентирована Естественно Как тренировочное оружие Для того, чтобы Максимально дешево И комфортно Стрелок мог Владелец Боевого пистолета ПМ7 Нарабатывать Все основные Базовые навыки Используя Ну, в общем-то Полноценные Боеприпасы Пусть и 22-го калибра Ну, а Мы Двигаемся дальше И вот здесь Мы приходим К совершенно Изумительной Версии Тоже на платформе ЧЗ-75 Версия Tactical Sport Вот так вот Выглядит Профессиональный Спортивный пистолет Для соревнований По практической стрельбе Это одна из Разновидностей Здесь у нас уже Специальные упоры Под большой палец Здесь у нас Увеличенные органы Управления Шахта Позволяющая Быстро добивать Магазин При его смене Увеличенная Кнопка сброса Вот это Современный Спортивный пистолет И хочется верить Что если Обстановка в стране Изменится И наши законодатели Со временем Начнут понимать Что оружейный спорт Спортсмены В общем-то Это полтоценные граждане Которые Совершают Огромный вклад В развитие Спорта В развитие Новой ментальности Владельцев оружия Возможно И мы когда-то Сможем тренироваться С таким оружием Ну и Перед тем Как мы придем К не Чешским пистолетам Хочется показать Новинку Которая появилась Точно так же Буквально Считанные недели Даже Ну даже На мировом рынке Это еще новинка Хотя уже конечно Счет идет на месяц Это модель Чезет П-10 Совершенно Уникальная Как говорят Сами чехи Конструкция Понятно что На одних словах Все таки Строить свое мнение Нельзя Пострелять из нее Пока возможности Нет Но отзывы Которые Они слышатся Уже Позволяют Говорить Что как минимум Это серьезный Конкурент Для блока Приятно что Украинских Стрелков Появится Возможность В общем то Выбирать Вот у нас Мы плавно Подходим К глокам Вот это Вот у нас Два конкурента Вверху Глок 19 Хороший Прекрасный Пистолет Легкий Но Чехи Умудрились Обойти Стандартную Конструкцию Глока Как минимум В нескольких Вопросах К примеру Спортсмены Которые Уже Ознакомились С этим оружием Я общался С ними Перед съемкой Они прокомментировали Что как минимум Ресет То есть Короткий Ход Пускового Крючка Назад При Темповой Стрельбе В Чизете В два раза Короче Чем в глоке В глоке Спуск Более Затяжной К чему Приведет Противостояние Чизета И глока Я думаю Покажет Время Но приятно Как я уже Говорил Что появляется Постоянно Какая-то Альтернатива То есть Нет икон Непоколебимых Вот Которые Существуют Годами Каждый год На рынке Появляется Что-то новое И есть Шанс Что Мы скоро Сможем этим Пользоваться Профессионально Мы чуть Не прошли Мимо Того Мимо чего Нельзя Проходить На самом деле Здесь у нас Наблюдается По сути Эволюция Это Кольт Модели 19-11 В 45 Калибре Конструкции Джона Мозеса Браунинга Первое Производство Было начато В 1911 Году Именно Год и подарил Название Этой модели Совершенно Одна из Самых Харизматичных Моделей Пистолетов В мире Я думаю Со мной Многие Согласятся Несмотря На Более чем Столетний Возраст Эргономика Пистолета Настолько Удачна Что он До сих пор Ложится Без всяких Накладок Дополнительных Благодаря Оптимальному Углу Наклона Рукояти В руки Разных Стрелков Естественно В этом Пистолете Уже есть Определенные Изменения Продиктованные 21 веком Но Тем не менее Все осталось Таким же Как и было Это Вынесенный Наружный Предохранитель Кстати Если Он кого-то Смущает То я могу Подсказать Что Легко Отключается И Для стрелка Которому Он мешает Он может Стоять Просто Мулежом Почему Я сказал Что Здесь Мы можем Проследить Эволюцию Боевых Пистолетов Стоявших На вооружении Американской Армии Потому Что Следом У нас Рядом С Пистолетом Коль Находится Пистолет Не менее Легендарный Не менее Заслуженный Пистолет Стоявший Стоявши До 2017 Года На вооружении Американской Армии С 80-х Если не путают С 86-го Года Пистолет Который Так же Как и Кольт Так же Как и Дезерт Игл Стал Одним Из Самых Наверное Кинематографически Раскрученных Пистолетов Скажу Так Что Мои Воспоминания Из детства Навсегда Связали Этот Пистолет С ролью офицера Джона Маклейна В исполнении Брюса Виллиса Из фильма Крепкий орешек Будучи еще Совсем ребенком Когда посмотрел Этот фильм Запомнил Этот пистолет На всю жизнь И впоследствии Уже узнал Что это за модель Достаточно интересно Армейская модель Называется М9 И только в 2017 Году Спустя добрых 30 лет Эту модель На вооружении Американской Армии Сменил пистолет От компании Зигзауэр Пока Военная карьера Зигов В американской армии На таком масштабном уровне Только началась Пока комментировать Особо нечего Были определенные проблемы И об этом Многие увлекающиеся знают Будем наблюдать Что К чему Все это приведет Ну и наверное Стоит разнообразить Сугубо Такое Боевое Серьезное направление Под таким Смешным малышом От компании Беретта Модель ПХ4 Шторм Без магазина Она выглядит Немного Незаконченной Это очень Смешной Каратыш Но тем не менее Полноценный Боевой пистолет Карибы 9х19 Повторюсь Что будем надеяться Что со временем Наше Законодательство Поменяется И для многих Из нас Это станет Таким же Привычным Оружием Как дробовики И карабины Очень приятно Когда украинские Стрелки Имеют возможность Пользоваться Качественным Оружием И аксессуарами Вдвойне Приятно Когда Это Качественное Производится Непосредственно В Украине Я бы С гордостью Хотел представить Сергея Главного Конструктора Компании Люфа Я не ошибаюсь Одного Из Главных Конструкторов Компании Люфа И хотел бы Дать слово Сергею Чтобы он Рассказал О новинках От компании Люфа Добрый день Мы рады Приветствовать На выставке Сброя Табиспека Наша компания Люфа Трилетский клуб Люфа Который Находится Во Львове Мы Производители Качественных И нужных Вещей Для высокоточной Стрельбы В бюджетном Классе Благодаря Компании Ствол Представляем Наши Ложи Для винтовок Которые Потом Позволяют Делать Хорошие Точные Выстрелы В данном Случае Здесь У нас Представлена Просто Ложа В одном Из вариантов Исполнения Самые Главные Отличительные Особенности Которые Мы Воплотили В свои Ложи Это то Что Она Изготавливается Из Легкосплавных Композиции Алюминиевые Сплавы 70 75 61 20 Которые Ставятся На Ствольные Коробки Для винтовок А15 Высокое Качество Самого Материала Ложа Изготовлено Полностью Все Комплектующие Включая Рукоятку Пластик Все Изготовлено В Украине Главная Особенность То Что Она У нас Складывается Она У нас Направо На Рукоятку Затвора И Стрелок Может Учистить Все Полные Регулировки Под себя Для хорошего Сочного Выстрела Он Может Подрегулировать Себе Затыльник При необходимости В ходе того Что Выбрать Необходимый Угол Он Может Путем Набора Проставок В данной Модели Увеличить Длину Приклада Отрегулировать Необходимую Высоту Гребня Для Совпадения Линии Зрения С Осью Фактического Прицела Может Установить Дополнительно Третью Монопод Ногу И Проставки Для тех Кто Стреляет С кулака Обычно Бывает Так Что Все Так Людям Не хватает Стандартной Высоты Приклада Примерно Как На других Винтовках И Ему Или высоко Или низко В данном Случае Мы решили Это Таким Способом Вот Так Это Выглядит На Оружии В нашем Варианте Это Винтовка Тика Т3 Финского Производителя Т3 Их Тактиков Используются Отъемные Магазины Стандарт АХ И В чем Преимущество Складывания На правую Сторон Уложи В том Что Складывая Вы закрываете Рукоятку Затвора И Габариты Оружие Сохраняется Полностью Следующая Сторона У вас Свободна Вы можете Оружие Переносить Пользоваться Оно Вам Не мешает Ничего Не набивает Вам Спину И Вы Не чувствуете Такого Большого Дискомфорта Антаптик Большому Большому Пальцу Есть Куда Деться Так И Полностью Обхватывая Рукоят Все Остальное Дополнительно Стрелок Может Установить Собьи уровень И Использовать Сошки Или Установку Для Предобъективной Насадки Еще Одна Фишка Данной Модели Прикладов По сравнению С тем Что вы Видели Это То Что Здесь Осуществляется Быстрая Регулировка Без Применения Инструментов По длине Приклада Отпуская Тебарашки Вы Можете Приклад Свободно Двигать На необходимую Вам Или Опустить Щеку На необходимое Расстояние Без Фиксированных Шагов Конкретно Человек Под себя Настраивает Ну Еще Одна Фишка Настройка Это Регулировка Щеки Относительно Оси Оружия Справа Влево Дополнительно Можно Отрегулировать И Люди Со Своими Особенностями Кому То Неудобно Когда Все Находится На одной Оси Отодвигая Щеку В сторону Для него Это Более Комфортно В остальном Мы Производим Затыльники Чехлы Необходимые Для Высокоточки В кланах У нас В дальнейшее Развитие Под Остальные Марки Оружия Основные Бренды Которые Вообще Есть На рынке Оружейном Визорби Вангард Визорби Марк 5 Винтовки В магнум Калибрах 300 Винмах 338 Они точно так же Идут В аналогичных Ложах Нашего Производства Поэтому Вы можете Выбрать Украинского Производителя Отличным Качеством По доступной Цене Один из главных Гостей Стенда Компании Ствол Это Александр Юное Дарование Ставшее Открытием Этого Спортивного Сезона И в Украинском Стрелковом Мире И в Европейском Потому что Саша В 2017 Году Стала Чемпионом Украины По практической Стрельбе Из ружья Среди Юниоров На чемпионате Европы Поэтому Компания Ствол Не могла Пройти Мимо И Решила Как-то Помочь Александре В ее Начинающейся Мы верим Очень успешной Спортивной Карьере Компания Ствол Ну наверное Я передам Саше Слово И Саша Сама Скажет Как она Познакомилась С компанией Ствол И к чему Все это Привело Практической Стрельбой Я начала Займаться 15 лет Вперше Поехала На змагания Подивилась Как это Взагалі Мені Сподобалось Вирішила А чому Би самі Не спробувати Ну і далі Воно Зав'язалася Знайомилась Багатьма Стрелками Дуже такі Приємні Знайомства Були Так І надалі Я планую Теж Займатися І розвиватись Одна із ключевых Фраз Это Сказані Саші Слова Что Стреляють Родители Действительно Сім'я Саши Это Ну наверное Такой Класический Пример Который Компания Ствол Взяла За основу Свои корпоративные идеи Семейные ценности Правильные Семейные ценности Когда Родители Взяли Обучение Детей Стрельбі Охоте Навыкам Практического Выживання Свої руки И никому Это не Делегировали Эти полномочия Ну вот Саша Яркий Пример Того Что бывает Когда Этим Занимаются Профессионально С любовью И родители Компания Ствол В этом году Презентовала Александре Беретту 1301 И если Ты позволишь У тебя уже Накопилось Немного Опыта Может быть Ты сможешь Им поделиться По своим Ощущениям Когда я взяла В руки Беретту Я зрозумела Что это Та зброя С которой Действительно Хочется Стрелять Надзвичайно Мені Сподобалось Просто Як Вона Лежит В руках Ручка Дуже Просто Ходить Ствол Коротший Тут 61 Ствол Тому Зручно На Змаганнях Якихось Маленьких Проходах Ходити И Маніпуляции Зручницею Набагато Стали Простейшими Легшими Набагато Зручніше Выконувати Вправы Перебігати Действительно Відчувается Такий Комфорт И Надзвичайно Класне Вечетя Вистреби Мне бы хотелось Отдельно Почему Потому что Я сам В свое время Был владельцем 1301 У меня Первая В Украине Была в свое время Итальянцы Прислали Первую модель Я ее Одесситами С нашим Спортивным клубом Тестировал Одесским После чего Потихонечку И народ Начал Переключаться На 1301 До этого Лидировала Бенелия М2 В общем-то Наверное Сохраняется Некоторый паритет Между этими Двумя моделями Хвалить одну Или другую Мне лично сложно Потому что Я владел И теми И теми И если Бенелия М2 У меня Эталон По эргономике Лучше Ты никогда Не стреляла Из М2 И как тебе? Газоотвод Там Инерционка И для меня Именно Отдача Вона Не сильная Отдача Просто Чувство После отдачи По позвоночнику Такие Неприятные ощущения Действительно Различие Не только Различие В эргономике Но наверное Можно не вдаваться В чистую рекламу И попереднюю Зброю Это действительно Такое поревняння Как небо и земля Действительно Серии Надзвичайно Швидки Отдача Не велика Тут И сама Перезарядка Ну все Дуже так Лаконично Я не знаю Чем можно так сказать Но очень приятно Но очень приятно И хорошие ощущения Я знаю что ты используешь Патроны BP потому что компания Ствол их собственно и предоставляет Не буду спрашивать чем ты пользовалась до этого Это не настолько принципиально Но вот какие ощущения Перше моё знайомство З набоями BP Отбулося на чемпионате Европы Я тоди ще стреляла За своей старой рушницей Но я уже Зрозумела Что действительно Есть большая разница Есть прогнозование Каждого пострела Я на 100% знаю Что если я отсюда Прицелилась То я влучшу Цим мені Надзвичайно И сподобались Патрони BP И когда я узнала Что в Украине Вже с новой рушницей Буду так же стрелять Цим навоем Это действительно Дало такий поштовх До еще большого развития Адже если рушницы Гарные И патроны Гарные То как стрелок Может быть Поганым Многое зависит от стрелка Но скажу что Когда я стрелял В 2011-2012 году Ружье плотное У меня был полуавтомат Тогда патроны BP Были Ну скажу так Предметом роскоши У большинства стрелков То есть очень немногие Могли себе позволить Сейчас и ценовая политика Компании изменилась И поменялся официальный Дистрибьютор Сейчас компанию BP Представляет Уже непосредственно Ствол в Украине Эксклюзивно И ну хочется верить Что теперь У большего количества Стрелков Есть возможность Пользоваться Качественными боеприпасами Ну а Наверное В данной ситуации От лица компании Ствол Я хочу поблагодарить Сашу за то Что она представляет Нашу страну На международной арене Является Примером Для подрастающего Поколения Я в этом Как папа Растущих Будущих стрелков Заинтересован Потому что Нужно кому-то Передавать Переходящее знамя Поэтому Мы Всей компанией Ствол Желаем Саше побед Ну и Переходим К рассказу О выставке Дальше Вместе Со съемочной Группой Мы уже Почти Отправились На охоту Чтобы Снять Самые интересные Кадры Этой выставки Технику Экспозиции Но Внезапно Мы встретились С Алексеем Который Третьи сутки Работает Не покладая рук Консультирует Всех желающих Рассказывает Про оружие И мы Обратились К Алексею С вопросом Может есть Какая-то Новинка Мимо которой Мы прошли Алексей Сказал Что есть Такая новинка Алексей Вы правильно Что обратились Ко мне Итак Это новинка Прицелы Фирмы Калис А что такое Калис А Калис Это подразделение Сваровский Только Как Сваровский Делает Акцент Для охотников Калис Что делает Акцент На тактику На самом деле Калис Это действительно Очень Серьезное Подразделение Если вы Находитесь В поиске Оптики То Не спешите Ничего Выбирать Пока Не познакомились С Калис Прицелы Серьезного Ценового Диапазона Но Знающие люди Говорят Что они стоят Этих денег Поэтому Как минимум Обратить внимание Я так понимаю Стоит С этого года Буквально С прошлого Месяца Компания Ствол Стала Официальным Представителем Калис В Украине Поэтому Теперь вы Знаете Где брать Хорошую Оптику Спасибо Алексею За Интересную Новость А мы Наконец Отправляемся Искать Красивые Кадры Пока Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok